Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Задоя Глеб. И это то самое долгожданное видео, которое многие из вас очень давно просили меня записать. Видео о том, как правильно выбрать брокера на рынке Форекс. Я для себя здесь выписывал 10 критериев, по которым, на мой взгляд, стоит выбирать себе Форекс брокера. Давайте попробуем с этими критериями разобраться. Первый, самый важный критерий, на который хотел бы обратить внимание при выборе брокера, это то, что у брокера должна быть история. Брокеры, которые появились на рынке, условно говоря, вчера, в 90% случаев делятся на две категории. Первая категория – это те брокеры, которые меняют мир за счет каких-то маркетинговых ходов. Мы меняем мир, слоган МММ. И, как правило, они впоследствии не могут выполнить те обещания, которые дают своим клиентам через вот эти вот свои громкие какие-то лозунги, громкие услуги и так далее. А вторая категория этих брокеров – это брокеры, сами по себе являющиеся брокерами-однодневками. Они, как правило, появившись вчера, снимают дорогущий офис в Москва-Сити. Это обязательно атрибут у брокера-однодневки. При этом у них сайт, такой достаточно шаблонный, простенький сайт, без имен, без каких-то лиц обязательно. И эти брокеры очень часто меняют свои наименования, место дислокации, названия, сайты и так далее и тому подобное. С такими брокерами, конечно же, не рекомендую вообще никак, никоим образом связываться. Безусловно, есть брокеры, появившиеся вчера, которые являются достаточно надежными, которые будут работать долго и успешно. Но как определить такого брокера изначально – вот очень большой вопрос. Поэтому решайте сами, стоит ли вам вообще связаться с брокерами, которые появились вчера. Я считаю, что у брокера обязательно должна быть история. То есть брокер должен быть на рынке хотя бы несколько лет. Тогда можно ему более-менее как-то доверять. Второй важный критерий, который, на мой взгляд, должен насторожить при выборе брокера – это супер-мега-выгодные предложения, которые предлагают некоторые брокеры на рынке Форекс. Ну, какие-то могут быть супер-мега-выгодные предложения. Многие брокеры, это, кстати, очень часто относится к брокерам, которые появились на рынке Форекс, говоря, вчера. Они предлагают своим клиентам такие условия, типа, мы гарантируем вам доходность. Или же мы гарантируем 100% страхование ваших денежных средств от рыночных рисков. Или мы отдать нам деньги в управление, мы вам не будем показывать свою историю торговли, не будем показывать своих сделок, но будем показывать, сколько в процентах мы заработали в прошлом месяце. Ребят, такие вещи, типа, как гарантия доходности или гарантия страховки средств от рыночных рисков, запрещены в любом государстве. Они запрещены на любом финансовом рынке. Такие супер-мега-выгодные предложения должны очень сильно насторожить при открытии счета от такого брокера. Третий важный критерий. Многие трейдеры считают, что нужно выбирать брокера по размеру комиссии. На мой взгляд, это не совсем правильно. Объясню почему. Дело в том, что, ну, во-первых, сравнение брокеров по размеру комиссии не совсем правильно, с той точки зрения, что у этого брокера спреды поменьше, зато свопы большие. Или наоборот, свопов вообще нет, или они очень маленькие, зато спреды побольше. Как тут сказать, где что лучше, у какого брокера лучше условия, как это определить? Поймите, что брокер свое всегда возьмет. Ситуация с комиссиями у брокера такая же, примерно, как со стоимость услуг у сотовых операторов. Сотовые операторы предлагают каждые там десятки различных тарифов. Здесь вроде интернет подешевле, здесь смс-ки подешевле, здесь звонки вроде подешевле, а тут безлимитные тарифы очень выгодные. Но по факту, если разобраться, у какого бы оператора сотовой связи мы не купили сим-карту, у какого бы оператора мы и какой бы тарифный план не выбрали, мы примерно одни и те же деньги будем тратить на свою сотовую связь. Поэтому, поверьте, брокер свое возьмет, если у него спреды маленькие, значит другое большое. Если свопов нет, значит там заберет на спредах или еще на чем-нибудь уж, поверьте точно. Причем тут отдельно хотелось бы несколько слов сказать о тех брокерах, которые говорят, мы берем комиссию только из тех сделок, в которых вы зарабатываете. Но на самом деле это вообще должно смущать, особенно при том, что у этих же самых брокеров, прямо на сайте размещена информация о том, что, как они говорят, по статистике 90% трейдеров теряют деньги на рынке форекс. Возникает тут же вопрос, собственно, за счет чего же зарабатывает брокер, если 90% его клиентов теряют деньги, но при этом брокер берет комиссию только с прибыльных позиций. Ну, возникает, собственно, очень большой вопрос, вообще на чем, собственно, живет брокер, бедный тоже. Это тоже, на мой взгляд, должен быть повод задуматься, стоит ли не стоит связываться с таким брокером. Дальше, четвертый момент. Очень часто многие трейдеры думают, что чем крупнее брокер, тем лучше. Или если брокер имеет отношение к какому-то банку, особенно крупному банку, особенно к государственному банку, то это прям вообще хорошо. Или же, если брокер является каким-то брокером зарубежным, там, европейским или американским, то это, опять же, хорошо. А почему? Почему думает так трейдер? Он думает, что, ну как, если брокер зарубежный, у них же там в Европе-то не принято кидать своих клиентов, поэтому открою еще до него. Ну, в принципе, в этом есть, конечно, доля правды во всех этих утверждениях, но хочу немножечко разведить некоторые мифы об этом. Во-первых, по поводу крупных брокеров. Крупный брокер – это не всегда хорошо. Точно так же, как любая крупная компания, это не всегда хорошо. Поймите, для большой крупной компании мы с вами, как один отдельный клиент, являемся маленькой-маленькой песчинкой, на которую этому брокеру, этой крупной компании по большому счету наплевать. Будем ли мы у нее торговать, не будем. В большинстве, опять же, случаев, не говорю про всех, конечно же, брокеров, не хочу я с кого-то здесь дискредитировать, делать рекламу или антирекламу, но в большинстве случаев крупный брокер не всегда хорошо. Ну, банально, может быть, такая ситуация, что у этого крупного брокера, на одного менеджера просто приходится огромное количество клиентов, которых нужно обслуживать. И до этого менеджера не дозвониться, не дописаться, потому что он постоянно занят кучей других клиентов, кучей других вопросов и так далее. Это очень частая история, с которой сталкиваются многие трейдеры, открывая счеты крупных брокеров, думают, что крупный брокер значит надежно. Это в большинстве случаев так, но не всегда. Дальше второй момент. Многие трейдеры считают, что если брокер связан с каким-то банком, этот хорошо, и это надежно, это гарантирует то, что это надежный брокер, что сохранный средств будет, защищенность банковская. Ну, во-первых, в защищенности банковской в условиях тех, которые сейчас у нас происходят в банковской сфере, я, конечно, вообще поспорил, это тема для отдельного разговора, но все-таки, что касается банковского Форекса, если порыться в документации, то оказывается, что вот эти Форекс-брокеры, прикрывающиеся какими-то там банками, как правило, или к этому банку имеют очень посредственное отношение, вообще очень-очень посредственное, только имеют партнерские какие-то взаимоотношения, либо юридически вообще никак не относятся к этому банку. И, соответственно, ни о какой надежности, там, большей надежности, здесь и речи быть, в принципе, не может. Дело в том, что банковский Форекс, это тоже не всегда хорошо. Это не всегда здорово, потому что, да, у этого брокера с этим банком может быть созвучное название, очень похожий логотип, но юридически они друг друга не имеют никакого отношения. И никакой надежности дополнительной мы здесь с вами, как трейдеры, не получим, работая с этим брокером. Дальше по поводу европейских, зарубежных, там, американских брокеров и так далее. Многие трейдеры думают, что если я открою того брокера, это надежнее, это более прогрессивные технологии, это другой уровень сервиса для клиентов, не всегда так. Дело в том, что я сталкивался с ситуацией, когда клиент открывает счет у Форекс-брокера европейского. Для того, чтобы открыть счет, там все очень просто, достаточно просто-напросто ввести свой e-mail. Вводим свой e-mail, и вот счет открыт. Десяток способов для пополнения счета. Выбирай, какой тебе больше нравится. Пополнить можно за три секунды. Но как только встал вопрос о том, что нужно снимать деньги со счета, вот тут возникли трудности, связанные с чем? Ну, во-первых, снять деньги не так просто. Для этого почты оказалось электронной уже недостаточно, конечно же. Нужно было предоставить заверенную, нотариально заверенную копию паспорта этому брокеру, отправить ему по почте. Также нужно было дополнительно отправить заверенные реквизиты банковские, нотариально заверенные, заверенные банком. И кучу-кучу всяких разных там других документов, для того, чтобы брокер снял эти деньги со счета. Когда мы попробовали позвонить этому брокеру на горячую линию, оказалось, что у брокера нет ни одного русскоговорящего менеджера. И говорят они на каком-то непонятном нам языке. И, соответственно, изъяснится, что нам нужно от них, мы так и не смогли. Потом, когда мы попробовали написать письмо этому брокеру, оказалось, что отвечают они тоже на неком непонятном языке, который мы не знаем, который мы не понимаем, и на котором нам с ними общаться очень тяжело. То есть тут могут быть банальные трудности с переводом. Поэтому, ребят, если брокер не имеет офиса, филиала, представительства в вашем городе, хотя бы в вашей стране, то будьте готовы к тому, что могут быть банальные трудности с переводом и с коммуникациями вообще с этим брокером при разрешении каких-то спорных ситуаций или при решении вопросов с выводом денежных средств, переподключении счета к чему-нибудь и так далее и тому подобное. Тут могут возникнуть всевозможные трудности. Поэтому крупный брокер не всегда хорошо, банковский форекс тоже не всегда хорошо, не всегда надежно. Ну и зарубежный брокер – это трудности с переводом, так что решайте сами. Дальше, пятый момент. Бонусы, акции и конкурсы, которые предоставляют брокеры своим клиентам. На мой взгляд, это всегда хорошо и это всегда плюс для любого брокера. Для клиента его, для нас сами, для трейдеров то же самое. Если брокер предоставляет бонус, например, при открытии счета, например, бонус 30%, на мой взгляд, это очень хорошо. Объясняю смысл. Мы открываем счет, кладем этот счет в 10 тысяч долларов своих, на которые будем торговать. Нам брокер начисляет бонус 30%, это 3 тысячи долларов. То есть, мы этого ничего не теряем. Мы только лишь приобретаем 3 тысячи долларов, теперь мы торгуем на не 10 своих, а на 13, которые нам дал брокер, и свои. И впоследствии мы можем и 13 забрать, если выполним условия начисления бонусов. Так что бонусы, акции, конкурсы, на мой взгляд, это всегда очень хорошо. Смотрите, чтобы брокер это вам давал. Дальше. Наличие ЕЦЕН счетов. Шестой критерий. На мой взгляд, если брокер дает возможность своим клиентам открывать ЕЦЕН счета, для тех, кто не знает, ЕЦЕН счета, это счета с прямым выходом на межбанк, это доступ к межбанковской ликвидности, это хорошо. Это значит, что брокер смотрит в будущее, это значит, что брокер старается предоставлять своим клиентам различные сервисы, новые, прогрессивные сервисы и так далее. Это очень-очень хорошо. На самом деле, ЕЦЕН счета, на самом деле, нужны далеко не каждому форекс-трейдеру, но если брокер, у которого вы открываете счет, предоставляет возможность открытия счета ЕЦЕН, это очень и очень хорошо. На это стоит, на мой взгляд, обращать внимание, это тоже большой плюс для брокера. Седьмой критерий – это наличие пятого мета-трейдера. Большинство форекс-брокеров не предоставляют возможность торговать в пятом мета-трейдере. И вообще, нужно сказать, что трейдерское сообщество, назовем его так, не очень-то тепло приняло пятый мета-трейдер. Большинство трейдеров продолжают торговать четвертым мета-трейдером. Но если вы начинающий трейдер, то для вас особенно это будет актуально. Я все-таки думаю, что за пятым мета-трейдером будущее, и рано или поздно все на него так или иначе перейдут. И поэтому я бы рекомендовал вам, как начинающим трейдерам, начинать сразу с новой платформы, не заморачиваться с четвертым мета-трейдером. Пятый – ничуть не хуже. И если брокер дает возможность открывать не только демо-счета, но и реальные счета на пятом мета-трейдере, на мой взгляд, это тоже очень хорошо, на это стоит обращать внимание. Восьмой пункт, на который я хотел бы обратить внимание – это участие брокера в рейтингах, победы в всевозможных номинациях и так далее. Ребята, многие из вас считают, что если брокер на первом месте в рейтинге или где-то в топе в рейтинге, и у него есть куча статуэток, значит брокер надежный, значит можно ему доверять и так далее и тому подобное. На самом деле это не всегда так. На самом деле, поймите, что любые вот эти номинации, любые рейтинги – это коммерческие проекты. И, соответственно, если… Там суть такая, что кто больше заплатил денег, тот и выше в рейтинге. Кто больше заплатил денег, тот и получил статуэток. Поймите, это все коммерческие проекты. И, соответственно, не всегда тот брокер, который находится на первом месте в рейтинге, у которого куча-куча статуэток, это надежный брокер, хороший брокер, и стоит открывать у него счета. Лучше посмотрите на участие брокера в Церфине. Ссылка на Церфин будет обязательно в описании к этому видео. Церфин – это единственная, по сути, сейчас в России саморегулируемая организация, которая реально регулирует отношения между форекс-трейдерами и форекс-брокерами. Это самая крупная саморегулируемая организация, в которую входят только самые крупные и проверенные форекс-брокеры. Поэтому лучше вместо рейтинга посмотрите на наличие вашего брокера в списке в Церфине. И посмотрите на черный список Церфина, чтобы брокера, у которого вы торгуете, не было в черном списке Церфина. Это очень важно, это куда важнее, чем участие в рейтинге. Девятый момент – это сервис. Ребята, по поводу сервиса я скажу сейчас так, что я вот лично пойду в магазин, где продукты или какие-то товары, которые я покупаю, стоят дороже, но где мне не хамят. Я пойду в магазин, где дороже, но где при этом не воняет, извините, да, и так далее. И думаю, что многие из вас делают то же самое. На самом деле, обращайте внимание на то, какой уровень сервиса предоставляет своим клиентам форекс-брокер. Есть ли у вас персональный менеджер, готовы ли вам ответить на все ваши вопросы, дают ли вам обучение какое-то и так далее. Ну, вообще, на тему сервиса можно очень много чего говорить, но многие форекс-брокеры, честно говоря, по-моему, о сервисе каком бы то ни было и о лояльном отношении к своим клиентам даже не слышали. А на мой взгляд, это очень и очень важно. Вот еще раз говорю, я пойду в магазин, где дороже, но где при этом не хамят. На это обращайте внимание, конечно же. И десятый пункт, который я выделил, это наличие дилинга, наличие курсов обучения, возможность получить консультации у вашего брокера, у менеджера, который работает у брокера и так далее и тому подобное. Это всегда хорошо, это всегда приятно. И смотрите, чтобы у брокера это было. Чтобы был дилинг, куда можно прийти поторговать. Чтобы были курсы обучения, на которые можно прийти научиться торговать. Чтобы были менеджеры, с которыми можно проконсультироваться. Еще лучше, если к вам прикрепляют какого-то там персонального менеджера, который поможет вам в решении каких бы то ни было вопросов или поможет вам зарабатывать деньги на финансы в руках. Обращайте внимание на эти моменты. На мой взгляд, это очень и очень важно. Ну и в завершение этого видео хотелось бы ответить на вопрос, на самый популярный вопрос, который мне задают многие трейдеры, которые общаются со мной. Мне задают вопрос, у какого же брокера торгую лично я сам. Скажу так, что я лично сам и компания Аналитика Онлайн, руководителем которой я являюсь, мы сотрудничаем уже на протяжении многих лет. На мой взгляд, самым лучшим брокером на рынке Форекс, это компания Профит Групп. И если вы хотите открыть счет компании Профит Групп, это ни в коем случае не реклама, но просто ответ на те вопросы, которые вы мне задаете. Если вы хотите открыть счет о компании Профит Групп и сделаете это через компанию Аналитика Онлайн, то мы вам можем предложить дополнительные условия, дополнительные бонусы и так далее. Так что пишите мне на задоя.собачка.aofx.ru или звоните нам в Аналитику Онлайн по номеру 8495-772-6192 и узнаете о тех бонусах и тех спецпредложениях, которые вы можете получить, открыв счет, на мой взгляд, у лучшего брокера на рынке Форекс в России, который, кстати, отвечает всем тем требованиям и критериям, которые мы сегодня с вами проговорили. На этом, в общем-то, все. Не забывайте подписываться на канал, если вы, собственно, еще не подписаны, обязательно подписывайтесь прямо сейчас. Где-то вот здесь сейчас появится ссылка на подписку на канал. Пишите свои вопросы, комментарии, ставьте плюсики, крестики, нолики под этим видео в комментариях. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно и интересно. С вами был Задоев Глеб. Всего доброго, успехов в торговле и до свидания.